Всем привет! Продолжаем путешествие по сюжетам икон. Сегодня я хочу вам вкратце рассказать о апостоле Павле. Апостол Павел, рожденный Саулом, так его звали. Выпрощенный, вымоленный, так примерно переводится с ивритом. Он был воинствующим фарисеем, участвовал в преследованиях первых христиан. Но на пути в Дамаск был ему внезапный ярчайший свет с неба. Он ослеп и услышал укоризненный голос Иисуса, говорящий, чтобы он уверовал в него. Но пришел он в Дамаск и был исцелен от слепоты Ананием. Ананием. Ананий это еврей-христианин из Дамаска. По преданию, он признается одним из числа 70 апостолов, епископ Дамаский священнослужий. И при нем крещении уже в Дамаске Саул стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Павлом были созданы многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Надо сказать, что именно Павлом были созданы 14 посланий Павла общинным и отдельным людям, которые составляют значительную часть Нового Завета, являются одними из главных текстов христианского богослужения. Как правило, изображается художественно-символически высыщим взрослым человеком бородатым в красно-зеленом одеянии с мечом, который его обезглавили из книги «Послание в руках». Он совершал несколько путешествий апостольских, где проповедовал христианство, проповедовал учение Иисуса. В результате он был обезглавлен в Риме при Нероне. Императору Константину удалось разыскать место, где похоронен Бог Павел и построить там церковь Сан-Павло-Фори-Лемура. Кстати, в 2009 году папа римский Бенедикт XVI рассказал, что впервые в истории было проведено научное исследование саркофага, который находился под алтарем римского храма Сан-Павло-Фори-Лемура. По словам папы, саркофаги, были обнаружены мельчайшие фрагменты костей, которые были исследованы, и можно предположить, что это останки апостола Павла. Ну вот, собственно говоря, вкратце все, что я хотел рассказать. Я собрал некоторые из выражений из интернета Павла. Хочу вам показать, чтобы быть в теме. Все. Всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok